Боевые искусства – это целый мир со своей историей и традициями, некоторым из которых уже тысячи лет. Сегодня одним из популярных видов единоборств является ММА. Некоторые ошибочно называют его «боями без правил». На самом деле, это целый коктейль из разнообразных школ, течений, техник и приемов. Мне, как корреспонденту, стало интересно примерить на себя маску бойца, пусть и на один день. Моя первая в жизни тренировка по смешанным единоборствам начинается здесь, в зале клуба VFC. В роли моего тренера сегодня – Григорий Сиренко. Вы наверняка помните его, как тренера белых китов в прошлом выпуске нашего проекта. Оказалось, он настоящий боец, к тому же еще и профессионал. На самом деле, в последний раз я тренировался еще в школе. Сколько лет назад это было, я, честно говоря, сам не знаю, я вот, видимо, очень старый. Пока я готовился к тренировке, переодевался и настраивался, Гриша провел краткий, но весьма емкий брифинг. Он рассказал, что будет происходить со мной сегодня. Сейчас Леша ожидает разминка, и по ходу дела мы начнем изучать движения ног в основном по ударной технике. Затем продолжим изучать удары, джеб и кросс. Затем наденем перчатки, винтуемся и попробуем это все сделать на лапах. Бег, отжимания, скручивания и растяжка – этим занимаются абсолютно все спортсмены. Однако для неподготовленного человека это может стать настоящим испытанием. Я старался не подавать виду, но с непривычки даже разминка далась мне с немалым трудом. Абсолютно нормально, когда человек испытывает страсть. Потом для него на второй, на третьей тренировке это остается просто обыденным и все. Поэтому пусть терпит. Леха, терпеть будешь? Гриша? Молодец. От разминки к делу. Гриша очень наглядно рассказал и показал, насколько важна в бою роль ног. Как говорится, движение – жизнь, а остановка может повлечь за собой травму от пропущенного удара. Передвижение бойца в ММА немного напоминает вальс, но при этом является чуть ли не самым важным навыком в бою. Боец в первую очередь должен двигаться, поэтому стоят у него в первую очередь ноги. А все остальное тело на первой тренировке, как мне сегодня рассказал мой замечательный тренер Григорий, все должно быть расслаблено. Когда Гриша объяснил, как правильно бить, я понял, что смысл не в том, чтобы вложить силу. Нужно задать правильный вектор. Импульс должен идти от ноги. Далее разворачиваем таз и корпусом отправляем расслабленную руку, сжатую в кулак, в оппонента. Фактически, это чередование фаз расслабления и напряжения. Если вы правша, то ваша правая нога должна быть позади, так же, как и ведущая рука. К слову, тренер сравнил правую и левую руки бойца с мячом и кинжалом. А впереди непосредственная работа в паре. Сейчас мы с Григорием бинтуем мои руки, чтобы во время отработки ударов мои руки просто не пострадали. Это обыкновенная техника безопасности. После разминки, теории отработки ударов и движений на воздухе мы поработали с тренером в паре. Сначала моей целью было просто правильно бить по лапам, которые держит Гриша. Однако в какой-то момент меня начали буквально наказывать за ошибки. На самом деле, бить правильно не так уж просто. Но если отвлекся, можешь получить. Ну а под занавес один из сильнейших бойцов Приморья предложил мне спарринг. Я немного волновался, но все-таки именно за этим я и здесь. Получить опыт и свою долю адреналина. Несмотря ни на что, Григорий Сиренко оказался хорошим учителем. И даже за одну единственную тренировку преподал мне массу полезных советов. Ну а в ближайших планах нового проекта «Рео Влад Ньюз» попробовать себя в роли диджея. Приготовить изысканное блюдо под руководством знаменитого шеф-повара. Побыть в шкуре официанта и бариста. И многое другое. Алексей Дорохов, Евгений Черемахин, Станислав Лазебный и Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. 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 Новости на восьмом.